Насмотревшись в интернете различные народные способы борьбы с тараканами, мы выбрали самое экстравагантное средство и решили проверить, правда это или миф. Итак, мы взяли три чистые емкости, в каждую из емкостей мы поместили в одну соду, в другую майонез и в третьей емкости будет пиво. Для эксперимента мы используем туркменских тараканов. О, чуть не дезертировал, но тут же был обезврежен. На самом деле туркменские тараканы достаточно чувствительны даже к самым простым Д-средствам. Поэтому, если народные средства действительно работают, то первые признаки отравления тараканов мы должны будем обязательно увидеть. Итак, для чистоты эксперимента засечем время, сейчас без пяти восемь. Спустя 10 минут, что мы наблюдаем? В банке с содой замечен один таракан с признаками поражения, вот вы можете видеть лежит на спинке, машет лапками. В банке с майонезом наблюдается легкая заторможенность насекомых. В банке с пивом через 10 минут наблюдается полная заторможенность особей. Итак, спустя еще 20 минут, в банке с содой мы по-прежнему видим только одну пораженную особь. В банке с майонезом активность немного увеличилась. В банке с пивом также активность увеличилась. Итак, спустя 50 минут, какую картину мы наблюдаем? В банке с содой фактически ничего не изменилось. Также наблюдается одна пораженная особь. В банке с майонезом активность замедлилась. В банке с пивом также активность замедлена. Итак, друзья, эта съемка уже на следующий день на утро, спустя 12 часов. Какую картину мы наблюдаем? В банке с содой ничего не изменилось. По-прежнему только одна особь погибшая. В банке с майонезом также особи все выжили. Ну и в банке с пивом, как вы думаете, тоже все остались живые. Вывод один. Эти народные средства абсолютно не работают и применять их не стоит. Обращайтесь к профессионалу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...